КАРАМАЗОВСКАЯ СИЛА НИЗОСТИ Займусь хозяйством и брошу пить. Доктор не велел. А как быть тому, кто правду сказал? Научимся мы когда-нибудь верить людям? Или это нам лишнее? Он одинаково убедительно играл главнокомандующих, лордов или простых советских тружеников. С момента его первого появления на экране зритель поверил ему сразу и навсегда. Ярослав мудрый, Ленин, Понтий Пилат. Он воплотил в кино очень разные, совершенно непохожие друг на друга образы. Актер Кирилл Лавров. Видели? Это я специально для вас гвальцем проткнул. И это тоже для маскировки. Здесь нет ничего. Развязать? У него это так убедительно получалось, у Кирилла. А потому что он был волевой человек, принципиальный и четкий. Вот эти качества помогали ему в его жизни. 1955 год. Киев. Кирилл Лаврова вызывает директор театра Виктор Гонтарь. Он требует, чтобы актер забрал рекомендацию наступления в партию актрисы Веры Улик. Она по национальности еврейка. А Гонтарь уверен, что с такой национальностью в партии делать нечего. Лавров этого не понимает. Он отказывается изменить свою позицию. Для Лаврова забрать рекомендацию – значит поступиться собственной совестью. И его не пугают неприятности, которые за этим могут последовать. И только порой с языка слетали глухие проклятия. Директор театра Виктор Гонтарь наделен серьезной, пусть не официальной властью. Он – зять Хрущева. Лавров пишет докладную в ЦК, в которой смело заявляет, что директор театра порочит честь партии. Смущение было мое столь велико, что я почувствовал настоятельную потребность рассказать, как все это происходило на самом деле. Он умел принимать решения, совершать поступки и отвечать за все сущее, что рядом происходит. Это выдающееся качество. Сегодня у мужчин очень редкое. Надо сказать откровенно. У Лаврова оно было. Не собрание ругня на кухне. Давай, Ковалева, укрепляй участок. От злостных нарушителей, конечно, избавляться надо, но надо и помнить, что рабочих не хватает. Актеры начинают вызывать к себе крупные партийные начальники. Дело доходит до первого секретаря ЦК Компартии УССР Алексея Кириченко. Совершенно очевидно, что такая встреча ничем хорошим закончится для Кирилла Лаврова не может. Собираясь в ЦК, он говорит коллегам, что, скорее всего, в театр больше не вернется. Но Лавров совершенно спокоен. Он уже когда-то узнал, что значит расстаться сразу со всем, о чем мечтал, о что верил. Мне кажется, что такого закона природы, чтобы человек любил человечество, не существует. А если есть и была до сих пор любовь на земле, то не от закона естественного, а единственное, потому что люди веруют в свое бессмертие. 1941 год. Лаврову еще не исполнилось 16 лет. Он с детства мечтает быть актером, как и его отец. Но сейчас важно не это. Началась война. И юноша уверен, что его место на передовой. А театральные подмостки подождут до мирного времени. Он даже не представляет, что может сложиться иначе. Куда мне сейчас вот еще пойти и заявить обо всем, что со мной было? И о том, что я прошу только одного. Взять и отправить меня на фронт бойцом. Это вот мой внутренний мир подсказывает, что я, как мужик, как мужчина, должен взять ответственность за себя. Лаврова в армию не берут. Слишком юн. Он остается в родном городе. Из блокадного Ленинграда семью Лавровых вывозят по Ладожскому озеру. Эвакуируют в Кировскую область. А потом в Новосибирск. Об учебе в театральном нужно забыть. Он устраивается токарем на заводе. Я видел за эти дни столько, сколько не видел за всю жизнь. Лавров работает на заводе. Выстаивает 12-часовые смены у станка. Но при первой возможности бежит в Новосибирский драматический театр. Он влюблен в актрису Елену Хромову. И уверен, что встретил любовь всей своей жизни. Он уже думает о предложении руки и сердца. Но в этот момент его призывают в армию. Главное, больше не надо бродить. Совать свой документ. Послушивать ответы неизвестно. Не знаем. 1943 год. Кирилла Лаврова вместо передовой направляют учиться на летчика. А это дело очень серьезное. В Астраханской авиационной школе Лавров должен провести два года. К моменту получения им диплома вся страна уже празднует победу. Кирилл Лавров так и не сделал ни одного боевого вылета. Но авиацию он не оставит еще долгих 7 лет. Я спросила, Кирилл Юрьевич, где вы встретили 9 мая 1945 года? За штурвалом самолета, Ира. Он поднимал самолет в воздух и мог посадить его и на землю, и на воду. Честно говоря, после того, что видел, очень хочется быть там, где дерутся. Очень хочется. Лето 1945 года. Лавров собирается комиссоваться из армии и лететь к своей любимой Леночке. Он уже представляет их счастливую совместную жизнь. И тут получает от нее письмо. Лена Хромова сообщает, что выходит замуж за другого. Это удар, после которого Лавров не сможет оправиться еще очень долго. Он решает не возвращаться в родной Ленинград, а продолжить военную службу. Его отправляют на остров Итуруп. Это Курильские острова. Вообще-то был в таких местах, где вроде вообще жить невозможно. А ничего, живут люди. Детей рожают, в гости ходят, газеты выписывают. И там, на острове Итуруп, начал делать свои первые шаги. Потому что сбрасывали газеты «Правда», «Красная звезда». Там печатался уже Константин Михайлович Симонов. И они играли это, разыгрывали, потому что делать там было больше нечего. Он его любил в это время. Потому что он очень любил самолеты, воздух. И для него это какая-то такая романтика, мне кажется, юношеская еще была. Курила – это, наверное, наиболее его таких романтически счастливых каких-то лет. А извержения, в принципе, были? Через день. А землетрясения? Ну, вот регулярно. Мы их даже очень полюбили. Недели не потрясет, уже скучаем. Самолеты в какой-то момент кажутся Лаврову делом всей его жизни. Его призванием. А театр так и останется любимым увлечением. Ведь во время учебы в военной школе и после, на службе, он продолжает участвовать в художественной самодеятельности. Но в 25 лет Кирилл Лавров понимает, что ему просто жизненно необходимо воплотить мечту детства – пойти в театральное. Да вы что, не рады, что ли? Провожали, плакали, встречаемся, опять плачем. Вообще-то он в театр пришел. Наверное, многие, скорее, будут об этом говорить. Ведь случайно он сын большого артиста – Юрия Лаврова. Дитя театра. Его отец был замечательным артистом, великим на Украине. Мать тоже, так сказать. В общем, вся семья поддержала театр. Он как бы вырос на этих дрожжах. Он был естественным в театре. Но Кирилл не хочет обращаться к отцу за помощью. Он пытается поступить в разные театральные вузы. Но его не хотят даже прослушать. В военные годы он так и не получил аттестат зрелости. А его диплом авиационной школы при поступлении в театральный не помогает. Как у вас тут все глупо. Почему? Почему у вас так все глупо? Отчаявшись, Кирилл Лавров едет в Киев к отцу. Тот очень рад. Сразу устраивает сына актером-стажером в театр имени Леси Украинки, где служит сам. Но я думаю, что это ни в коем случае не влияло на его, так сказать, жизненную судьбу. То есть, может быть, в какой-то степени повлияло, но в случае не потому, что папа ему помог. Он помог себе сам. Кирилл Лавров понимает, что ему не хватает актерского образования, но решает учиться на практике. Его главные преподаватели – это отец, их у друг Константин Хохлов. Его университеты здесь, в театре. На сцену он пока выходит лишь в массовке. Зато Лавров активно занят общественной деятельностью. Он вступил в партию, стал членом парткома театра. Но все это Кирилл делает искренне. По-другому он просто не может. Он верит, что коммунизм – это самый правильный строй, при котором люди будут счастливы. Большевик сразу видно! Да, большевик, а ты мародер! Да, да! А строили меня полегче! Его вот эти такого рода политические шаги были основаны не на карьеристских устремлениях. Нет, на сверхзадаче. Что это даст той мечте, которая, видимо, всегда в нем была. Вот такой человек. Нужна работа и работа. Но каждая дорога начинается с первого шага. Ни разу не предал ни одного своего дня. Не кидался партийным билетом. Не рвал его на глазах у камеры. Он никогда этим не бравировал, не кичился. Он относился очень серьезно. Империализм свое отношение определил. Он давит, душит. А мы? А наша позиция? Как-то в театре проходит субботник. Все сотрудники обязаны явиться свиньками, швабрами и навестить чистоту в родном здании. Кирилл Лавров, как активист, проверяет явку коллег. И выясняет, что две молодые актрисы не пришли на это важное мероприятие. Одна из них была больна. А вторую он вызывает на ковер. Лавров уверен, что должен строго разъяснить прогульщице, насколько неблаговиден ее поступок. Но нравоучительной беседы не получается. Как только девушка появляется в дверях комнаты порткома, Лавров понимает, что влюбился. Ты мне нужна. Простые слова. Даже слишком. В самый раз. Простые слова, они самые хорошие. Они сразу все ставят на свои места. Встретил Валентину Асану Николаеву свою судьбу, которая приехала из школы-студии МХАТ. А Кирилевич был всего с семью классами образования. Я тебя нашел. Все мы, в конце концов, ищем человека, женщину. В этот момент у Лаврова первые успехи в театре. Ему доверили роль. Теперь он уже не просто актер из массовки. Но эту радость омрачает другое событие. Карьерист Виктор Гонтарь, назначенный руководить театром, убирает режиссера Константина Хохлова. Человек, который отдал этому театру все, возродил после войны, сделал популярным у зрителей. Для Лаврова уход Хохлова – тяжелое испытание. Вам неизвестны случаи, когда непочтительных послов отправляли высвоясь и без невесты, и без приданного? А? Он понимает, что Гонтарь ему просто ненавистен. Вскоре он вступает с ним в тяжелое противостояние. В театре против Лаврова начинается большая кампания. Формальный повод – рекомендация для вступления в партию «Вере улик». Все уверены, что карьера актера на этом завершена. Его вызывает к себе сам глава ОССР, первый секретарь ЦК партии Алексей Кириченко. Тогда Кириченко – один из любимых соратников и друзей Хрущева. Все республики известен его вспыльчивый, тяжелый характер. А может ли быть этот вопрос решен во мне и решен в положительную сторону? Кирилл Лавров является на ковер в кабинет первого секретаря и происходит настоящее чудо. Вместо ожидаемого мрачного разговора – приятная беседа. Глава республики в прекрасном настроении. Он расспрашивает Лаврова о жизни театра, о творческих планах на будущее, а после говорит своим подчиненным, «Что вы придумали историю на пустом месте? Прекращайте!» С этого момента все гонения на Кирилла Лаврова закончились. Оно вон как повернулось. Прямо мне в руки пришло. Бери, не хочу. Лавров решает не оставаться в театре, где правит такой беспринципный человек и увольняется. Хотя куда он может пойти работать, Лавров пока не представляет. Он был принципиальным человеком, конечно. Бывали ситуации, случаи, которые он принципиально не принимал и был против. И тогда, конечно, он мог быть жестким. Какие гулянки, Катюш? Петухи скоро запоют. И вообще маленьким пора спать. О, слышь, петух запел. Кирилл Лавров понимает, что поступил правильно. Но нужно искать новый театр, новое место работы. А у него нет актерского образования, нет диплома. Знай, послушник, на нелепостях мир стоит. Неожиданно ему приходит вызов из Ленинграда. Режиссер Константин Хохлов назначен художественным руководителем БДТ. Он верит, что Лавров сможет показать себя на легендарных подмостках Большого Драматического. Это судьба. Только что завершено грандиозное дело. Давай и в наших с тобой делах разберемся. Ну, короче, о деле я отсюда без вас не видел. И уже приехали с маленьким Сережкой, с маленьким кульком в Ленинград. 20 сентября 1955 года он поступил в БДТ. Не успел актер устроиться на новом месте. Как выясняется, что Константина Хохлова снимают с должности в БДТ. Возглавлять один из главных театров Ленинграда будет теперь режиссер Георгий Товстоногов. Лавров понимает, что ему придется уйти и отсюда. Один, где-то, где-то раз. Разочек один, дайте продохнуть. Когда пришел Товстоногов в театр в 1956 году, Кирилл понял, он был молодым артистом, понял, что он не вписывается в коллектив. И подал заявление об уходе. И Георгий Александрович сказал ему, значит, не подавайте, пока я не приму ваше заявление, что вы поработайте какое-то время, а потом уже поймете, уходить вам или нет. Ничего не играл до пригода Товстоногов. Товстоногов в нем увидел артиста с большой буквы. В период его творчества с Георгий Александровичем, ну, позавидовать, конечно, можно. Тому БДТ, который был, то есть такому актерскому коллективу, который был с таким режиссером. В итоге работа с этим легендарным режиссером станет одной из самых больших удач в жизни Лаврова. В это время, благодаря театральным ролям, о которых говорил весь город, актера заметили и на киностудии «Ленфильм». Это его очень поглощало. Ему было это безумно интересно. Он много снимался, но из театра он не уходил. И все-таки, если ему предлагали съемки, он в первую очередь отпрашивался. Если его Георгий Александрович отпускал, значит, он работал. Если нет, значит, нет. На нас еще можно что-нибудь там скрикнуть, что-то такое плохо делаешь, там что-то. Георгий Александрович никогда, на него даже голос не повышал. Он его очень любил. Рад, что уже одна половина эксперимента, подсчету говоря, реализовалась. Наш друг Фернс Каллэй уже с большим успехом сыграл на ленинградской сцене. И с волнением жду, как сделает это Кирилл Юрьевич Лавров на сцене Будапештского национального театра. 1959 год. Актеру 35 лет. Он приглашен на серьезную роль в кино. В фильме «Ссора в Лукашах» Лавров сыграет честного и ответственного героя. Абсолютно положительного. Зритель сразу полюбит его. Лукаши. А меня тянет наши Лукаши. Приедешь в отпуск, хорошо? Будто заново родился. Да уезжай ты скорее отсюда. А то жень тебя мой папаша на колхозе. Достаточно мне увидеть, как он улыбается в кадре. У меня просто слезы сразу на личном глазах. Потому что вот такой вопрос о суровости. У него, по-моему, такая чистая улыбка, открытая, искренняя, что вот она просто тебя самого заставляет улыбнуться. Так сижу и млею. Нарушилась цепь возбуждения. Чего-чего? Да такой чепухи не мог додуматься, а? Вот осел и слухи. Я? Да я, я. Самокритичный. А сам актер ролью в фильме «Сор в Лукашах» недоволен. После этой картины он снимется еще в нескольких фильмах, но тоже останется недоволен результатом. Все изменится, когда Кирилл Лавров получит роль в фильме «Живые и мертвые». Ты меня сдашь, или я один пешком приду из окружения? Пойди, объясни, что я не дезертир. На роль Сенцова актера предложил сам Константин Симонов, автор книги. Он увидел его в фильме «Сора в Лукашах» и сказал, что именно таким представлял своего героя. На возражение Лаврова о том, что в книге Сенцов описан как высокий и статный, Симонов ответил, чтобы вам было спокойнее, перепишу. Пусть он будет среднего роста. После выхода фильма на экраны Кирилл Лаврова полюбит вся страна. Будь осторожный, будь хитрый, как леса, как черт, как дьявол, только не попадись к ним, слышишь? Я умоляю тебя, не попадись! Мне ничего не надо, только чтобы ты была жива, понимаешь ты! После картины «Живые и мертвые» на Кирилла Лаврова сразу обратили внимание. Ему стали присылать сценарии и вызовы на пробы. Актера особенно заинтересовало одно приглашение, поступившее от режиссеров Гурина и Беринштейна. Ему предлагают сняться в фильме «Верьте мне, люди». Когда я ему ножом раз, еще раз, еще, еще, бью, бью, ничего не понимают в этом, бью. Какие бы роли ни играл, он всегда здорово играл. Что белогвардейца, что рецидивиста-вора этого, верьте мне, люди, они все разные, по-разному сыграны, здорово сыграны. Мы засматривались. Это тот актер, с которым можно было бы брать пример и учиться актерскому мастерству. Была у человека пайка счастья. Увидел кусок света. Будет чего вспомнить. Успех картины несомненный. У Лаврова масса новых предложений. И в театре он тоже серьезно занят. При этом он активно продвигается по партийной и карьерной лестнице. В этот момент художественного руководителя театра БДТ Георгия Товстоногова за его смелые постановки серьезно притесняет власть. И не страшась попасть в опалу, Лавров бросается на защиту любимого режиссера. Я пророков и эпилептиков не терплю. Вы это слишком хорошо знаете. Прошу сейчас, на этом перекрестке, оставить меня и не заходить ко мне никогда. Был очень уважаем там, в Верхах. И это позволяло ему защищать Товстоногова. Потому что Георгий Товстоногов вызывал ненависть и раздражение у власти, бывших в Петербурге. Как-то на Мосфильме Лавров встречает Ивана Пырьева. Тот спрашивает актера. Кирилл, ты в Бога веруешь? На дворе вторая половина 60-х. Какой ответ нужно дать руководителю главной киностудии страны? Большинство актеров произнесли бы твердое «нет». Но Лавров не привык врать. Он честно отвечает? Да. Реакция Пырьева была еще более неожиданной, чем его вопрос. Я так и думал. Прекрасно. Будешь играть Ивана Карамазова. Видит Бог. Может, я имел тайное желание, чтобы умер отец. Имел. Но клянусь. Клянусь, не столь я виновен, так ты думаешь? Эта работа станет одной из лучших ролей Кирилла Лаврова. Кроме того, на съемках фильма он обретет брата. Михаил Ульянов сыграл Митю Карамазова. И они так до конца жизни называли друг друга не иначе, как брат Митя и брат Иван. Убираю! Самошедший! Ты же убьешь его! Так ему и надо. Коль я не убил, так убью. Не уйди лежать! Уходи отсюда, Дмитрий! Все-таки это не артист одной роли, а он из работы в работу меняется. И я в нем это вижу, как каждая его работа – это что-то разное, что-то другое, новое. Он что-то ищет, пробует. Как он играет Ивана в «Братьях Карамазовых». Я смотрю, я, конечно, просто восхищаюсь. Вот особенно сцена с чертом – это просто… Как он это играет восхитительно. В самом начале съемок третьей серии картины «Братья Карамазовы» происходит трагедия. Иван Пырьев неожиданно умирает. Все были уверены, что картина не будет досниматься. Но руководство решает иначе. И предлагает снять третью серию «Братьям» – Кириллу Лаврову и Михаилу Ульянову. И с этой непростой задачей актеры справятся блестяще. Я только убийца. С убийцей нельзя спрашивать красноречие. Они оба доделывали картину. Сделали ее просто превосходной. И роль он там играл здорово очень. Артист. Вышел класс. Сейчас таких очень мало. После этого режиссерского дебюта Лаврову начинают предлагать снять другие фильмы. Для многих это укружительная перспектива. И Кириллу Лаврову нравится режиссура. Но он отказывается. Считает, что каждый должен заниматься своим делом. Хватит. Подальше от всех вас. Лыжников, болельщиков, советчиков. Ничего не понимаю. Ну за что ты на всех взъелся? Тебе же предложили тренировать сборную. За сборную я не гожусь. Он не заболел одной из болезней второй половины 20 века. Он не занялся режиссурой. А многие актеры стали заниматься режиссурой. Это совершенно иная профессия. Это абсолютно иной способ мышления даже. Лавров не заболел этой профессией, как не заболел и его брат, как они друг друга называли, с Михаилом Александровичем Ульяновым, закончив фильм после кончины Пыльева, братья Карамазовы. В 1970 году Лаврова утверждают на одну из самых ответственных ролей в СССР. Роль Ленина. Многие актеры боялись браться за такие роли. Ведь в случае провала это крах карьеры. А в случае успеха ты обречен играть только положительные роли. Но неужели из-за того, что на лозунге самоопределения будет спекулировать всякая дрянь, вы должны отказаться от собственных принципов? Нет уж. Дудки. Он был крайне убедителен в этой роли. Она настолько глубокий след оставила в его душе, что парадоксально в первых спектаклях дяди Вани, к моему и всеобщему ужасу, он говорил с ленинским акцентом. Можете себе представить? Картавил и так далее. То есть он не мог от этого оторваться. Да, смешно, но уж ужасно, говорит так Ленин. Потом это ушло, конечно. Но поначалу на репетициях на генеральных вот это проскакивало. Он был очень слит вот со своим любимым ворвем, видимо, так. Скажите, вы читали «Капитал Маркса»? Вы изучали коммунистический манифест? Конечно, я плохо разбираюсь. Так как же можно верить или не верить в социализм, если вы в нем плохо разбираетесь? Через два года новый успех. Роль Башкирцева в фильме «Укращение огня». По сути, это фильм о нашем легендарном конструкторе Сергея Павловича Королеве. Картина получает многочисленные награды. Как государственные, так и зарубежные. Слышишь меня? Счастлива тебе! Поехали! Через шесть лет Лаврову снова предлагают сыграть Ленина. И снова успех. Но после этого пробы актера начинают отслеживать на высшем партийном уровне. Например, Лаврову утверждают на роль Николая II. Но в ЦК запрещают играть царя, мотивируя это тем, что после Ленина играть императорскую особу невозможно. Лавров хочет играть графа Алексея Корнеева в фильме «Мой ласковый и нежный зверь». Снова запрет. Пьяницу и аморального человека играть нельзя. Были люди, которые говорили, что он такой партийный артист. Я всегда говорил, ребята, вот вы посмотрите в кино, хоть одну какую-нибудь роль он плохо или средне сделал. А у вас случайно не завалялось хлеба? Я бы поел. Эксплуатировали его в кино в основном на такие брали роли героев. А вообще он прекрасный характерный артист. От бога характерный артист. Но государство его эксплуатировало как героев. Это уже забава. Среди множества служителей МУС существуют лишь единицы, достойные любви и восхищения. Вот вы создали себе кумира. Лавров понимает, что если что-то не предпринять, он так и будет играть только скучных положительных героев. Не об этом он мечтал. Лавров идет в ЦК. Просто и спокойно говорит о том, что он должен играть разные роли. И то, что он сыграл Ленина, не должно ставить на его карьере крест. Подобные заявления могли быть восприняты по-разному. И Лавров серьезно рисковал. Но авторитет и как актера, и как члена партии настолько высок, что ему разрешают сниматься в фильме «Мой ласковый и нежный зверь». Красота-то какая, господи! Лавров буквально отвоевал себе роль Алексея Корнеева в фильме «Мой ласковый и нежный зверь». А часть простодушных зрителей настолько поверила в персонажа Лаврова, что ему стали писать письма и подходить на улицы с упреками, «Как же можно быть таким испорченным?». Кирилл Юрьевич не знал то ли переживать по этому поводу, то ли смеяться. Но как актер, он всегда мечтал о разноплановых ролях. И он с удовольствием соглашается на новую роль лорда Боллингброка в картине «Стакан воды». Ваше Величество, верный сын своей страны и скорбящий родственник пришел к вам от имени Родины требовать справедливости и возмездия. У него были периоды, когда он не играл ролей. Долго не играл. Никогда этот человек, и у меня это вызывает восхищение, не пришел к Товстоногову просить ролей. Никогда. Он их ждал, не унижался. Но сыграл, я считаю, не так много, как мог бы сыграть. Но все-таки выдающиеся роли. Сама судьба посылает нам в руки этот реванш. Оставьте нас, убегают. Ну, она ищет меня. Она найдет меня. В 80-е годы Кирилл Лавров много снимается и много играет в театре. Хотя роли в кино уже не такие яркие, повторить успех таких фильмов, как «Укращение огня», «Братьев Карамазовых» или «Живых и мертвых» не получается. Но Лавров очень активен в политической жизни. Он депутат от Ленинграда, потом становится депутатом СССР. В конце 80-х умирает Георгий Товстоногов. Это был тяжелый удар для театра, естественно. Мы понимали, что кончила целая эпоха. Сейчас мы это уж твердо видим, знаем. Тогда мы понимали, когда в день, когда он умер, мы поняли, что все, закрыто. Вот это была трагедия для всех нас. ВДТ не может остаться без руководителя. На тайном голосовании все актеры без исключения голосуют за кандидатуру Кирилла Лаврова. Против только один голос. Голос моей бабушки, которая проголосовала против. Потому что она понимала, что это значит. Я думаю, что совсем нечистолюбие его привело к этому решению. А вот попытка сохранить то, что было наработано Товстоноговым, и попытаться не опуститься ниже уровня требований, выдвигаемых Георгий Александрович. Мы все прекрасно понимали, что на уровне Товстоногова вряд ли можно будет создать то, что-то. Но вот ниже требования опустить нельзя. Кирилл Лавров много раз говорил о том, что хочет играть, а не руководить. Он очень скучает по своему настоящему призванию. А на самого актера начинаются гонения. В газетах его называют придворным актером. Говорят, что роли ему давали исключительно потому, что он был в партии, что худруком он стал тоже именно поэтому. Но Кирилл Юрьевич просто не обращает на это внимания. Он занят тем, что буквально спасает от распада театр и труппу. Он был готов к тому, чтобы из этого обычного явления вывести великую истину. Наступали, в общем, такие годы туманные, да, мягко говоря, перестройки, перестрелки. Когда до искусства и театра некогда этим заниматься было государство, естественно. Вообще государству висело воздух. По три месяца люди не получали зарплаты в городских театрах. У нас такого не было. По-моему, 17 лет он руководил театром. Ни одного артиста он не уволил за эти годы. Даже те, которые иногда бывают, уже болеют долго, и все равно им зарплата идет. Они получали зарплату всегда. В 2002 году Лавров переживает очень тяжелую утрату. Не стало его жены, с которой они прожили вместе почти полвека. Она всегда была самым надежным другом и советчиком. С его уходом Кирилл Юрьевич словно сам стал жить лишь наполовину. За что? Потрясающий муж Валентиния Александровны Николаевны. Так умудриться выйти замуж надо уметь. Он ходил с Мичуринской улицы, где они жили, на Куйбышево в булочную, чтобы купить горячий хлеб поутру. Представляете? К завтраку горячую булочку, горячий хлеб любила Валентина Александровна. Сижу вот здесь. Думаю о тебе. Я их прям сдаю. Полностью прийти в себя Кирилл Лавров уже не сможет никогда. Его держит лишь работа. Но интересных ролей давно нет. И тут режиссер Бортко предлагает роль Понтия Пилата в фильме «Мастер Маргарита». Актер воодушевлен. Он готов на многочасовые съемки в тяжелых доспехах. При том, что на съемочной площадке жара в 40 градусов. А ему 80 лет. Это ты меня называешь добрым человеком? Передо мной стояла задача, снимая кинофильм «Мастер Маргарита». Показать человека, который являлся частью чего-то мощного, несгибаемого. Я не мучился. Мучительного выбора не было. Передо мной стоял только один образ. Это был образ Лаврова. Мне говорили о том, что вот ему-то, знаете, несколько больше лет, чем написано в книжке, а там, правда, этого нет. Но действительно, Понтия Пилата, 40. Ну и что? Здесь важный не возраст, важен масштаб личности. На свете не было, нет и не будет никогда более великой и прекрасной для людей власти, чем власть императора Тиверия. Я у него учился и актерскому самобладанию, умению работать, и актерскому самоуважению и требовательности к себе, глубиной попыток прорваться внутрь образа и так далее. Фантастический, ну, рабочий человек, работящий человек. Если он внутри репетиции находился, значит, все в порядке. Потому что заводил всех других. Я думаю, что благодаря вот его такой положительной энергии, хотя он никогда не течился этим, не показывал, что вот, мол, я такой вот великий там или какой-то другой, не было этого совершенно. Было какое-то внутреннее благородство. Хочу, чтобы поверили до конца. Не кому-нибудь, а мне самому. Старшему сержанту Сенцову. Вскоре, не выдержав напряжения, постоянного приутомления, Лавров попадает в больницу. Но вместо рекомендации просто отдохнуть, ему ставят страшный диагноз. Рак. Ты чувствуешь, как жизнь из нас уходит? По капельке. Кап. 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 Мы вдвоем отправляемся на похороны. Ульянова с Кириллом Юрьевичем вместе идем в поезде, рассуждаем. И я где-то почувствовал такую боль в его душе и глазах, что он, наверное, думал, ну, если мой брат уходит, а я старший, он, наверное, и я скоро улетел. Ровно через месяц не стало Кирилла Юрьевича Лаврова. Я все время куда-то спешил. У меня хронически не хватало времени. То месяц, то недели, то дня. В последнем нашем спектакле «Квартет», американская пьеса. где мы играли двух стариков. Это был Кирилл, который чуть-чуть подсмеивается над своим возрастом, даже, может быть, преувеличивая его. Но задача наша была сказать, вот мы такие, мы уходим, мы расстаемся с вами навсегда. И оставалась пустая сцена, мы пели «Квартет», ну, под фонограмму, естественно, свет уходит, потом опять загорается, пустая сцена, нас нет, а голоса звучат. Вот эти мы хотели сказать, что мы хоть и уйдем, но все-таки что-то останется от нас вот в виде голосов, памяти вашей и так далее. И вот он был весь в этом. В одном из последних интервью Кирилл Лавров сказал, «Я в первую очередь старался быть человеком». И в этой простой фразе вся мудрость и сила характера этого удивительного актера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова